Всем добрый день! Сегодня готовлю омлет выходного дня. В среде недели этот омлет неудобно готовить. Это связано с тем, что в духовке его нужно запекать минимум 25-30 минут. Поэтому этот вариант идеален для субботнего или воскресного завтрака. Нам нужны яйца. Добавляю соль и перемешиваю с солью. Сильно взбивать не нужно. Сметану. Размешиваем со сметаной и постепенно добавляем молоко. Сейчас можно добавить немного черного перца по вкусу, если хотите. И отправляю сюда порезанный шпинат. Сейчас нам нужна любая форма для запекания, в зависимости от того, какой у вас объем яичной массы. Чем больше будет форма, тем ниже будет сам омлет. Форму обязательно нужно смазать растительным маслом, чтобы омлет у нас очень хорошо потом отошел от формы. Отправляю в разогретую духовку. Запекаться он будет разное время, в зависимости от того, какой ширины ваша форма. Чем выше объем, тем больше времени нужно для запекания. Через 20 минут можно будет попробовать омлет на готовность. Пальчиком в центре потрогайте. Если вы почувствуете, что внутри нет жидкости и масса стала более такой твердой, значит омлет уже готов. Отправляю в духовку. Омлет готов, он очень свободно извлекается из формы. Сейчас будем пробовать. Структура омлета очень мягкая и пористая, как бы воздушные пузырьки внутри. Так, сейчас разломлю я. Вот видно, очень нежный. Замечательный омлет со шпинатом. Кому нравится шпинат, готовьте это блюдо на завтрак. У меня омлет готовился 26 минут. Омлет у меня получился поджаренный. Если вы хотите, чтобы омлет получился у вас ярко-желтым, без поджаривания, форму с омлетной массой поставьте в другую, большую форму и наполните ее горячей водой. И омлет, приготовленный в воде, он будет не поджаренный, будет желтый. Всего доброго! Готовьте этот омлет! Я с вами прощаюсь. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok